Теперь, когда мы понимаем, что такое карбокатионы и как они могут перегруппировываться, давайте снова посмотрим на реакцию Е1, элиминирование, в которой участвуют спирты, вступающие в реакцию с серной кислотой. И дегидратация этих спиртов приводит к образованию алкенов. Перед вами спирт. Попробуем классифицировать данный спирт как первичный, вторичный или третичный. Это углерод, который нас интересует. Углерод, который непосредственно связан с OH-группой. Этот углерод непосредственно связан с двумя другими углеродами. Значит, мы имеем дело с вторичным спиртом. Мы действуем так же, как с карбокатионами. Во вторичных спиртах перегруппировки возможны в механизме, если вы получаете карбокатион. Потому что вы получите вторичный карбокатион, а вторичные карбокатионы могут перегруппироваться с образованием третичных карбокатионов. Вот почему в третичном спирте не происходит какой-либо перегруппировки. Потому что образуется третичный карбокатион, который является самым стабильным, о чём мы уже говорили. А первичные спирты вступают в реакцию медленнее всего. Если у вас такой спирт, карбокатион всегда перегруппировывается во что-то более стабильное. Давайте вернёмся к нашему вторичному спирту. В этом механизме возможна перегруппировка. Посмотрим на этот механизм и рассмотрим перегруппировку, которая здесь возможна. Серная кислота будет давать протоны в раствор. Давайте поместим протон сюда. Одна из неподелённых пар электронов кислорода примет этот протон. Итак, кислотно-основная реакция. Пойдём дальше и нарисуем продукт. У нас здесь кислород. Одна из этих неподелённых пар кислорода не участвовала в реакции. Другая неподелённая пара образовала новую связь с водородом, с этим протоном, и ещё один водород тут уже был. Теперь добавим две метильные группы. Формальный заряд. У кислорода сейчас формальный заряд плюс один. Если вы определите формальный заряд, вы увидите, что у кислорода плюс один. Кислороду не нравится иметь формальный заряд плюс один. Это означает, что у него дефицит электронов. Электроны этой связи переходят к кислороду. На этой стадии дегидратации будет уходить вода. Давайте освободим себе больше места. Нарисуем, что же происходит. Вода уходит. Давайте нарисуем уходящую воду. Итак, вода исчезает. У этого кислорода была одна неподелённая пара электронов. Он получил ещё одну после того, как была разрушена та связь. Давайте нарисуем, что осталось. У нас есть циклогексановое кольцо, две метильные группы, а этот углерод потерял связь с кислородом. После того, как это произошло, формальный заряд у него стал плюс один. Итак, у нас есть карбокатион. Какого вида наш карбокатион? Этот углерод непосредственно связан с двумя другими углеродами. Итак, это вторичный карбокатион. А вторичный карбокатион, если у него есть возможность перегруппироваться с образованием третичного карбокатиона, он это сделает. У нас здесь именно такая ситуация. Мы имеем дело с метильным сдвигом. Одна из этих метильных групп, вот здесь справа, может претерпеть сдвиг с образованием новой связи с этим углеродом. Нарисуем, что произойдёт после метильного сдвига. У нас циклогексановое кольцо, а эта метильная группа претерпела сдвиг и перешла вот сюда, к этому углероду. Ещё одна метильная группа уже на углероде справа, вот здесь. Что же произошло с формальным зарядом? Посмотрим на углерод, вот здесь, вверху. Он только что претерпел метильный сдвиг, и к нему уже присоединился водород. Водород присоединился к нему вот здесь, углерод справа потерял связь. Итак, у этого углерода было 4 связи, а сейчас только 3. Поэтому у него формальный заряд плюс 1. Итак, формальный заряд переместился с верхней части на углерод справа после метильного сдвига. Теперь у нас получился карбокатион. Давайте попробуем классифицировать этот карбокатион. Этот углерод связан с одним, двумя, тремя другими углеродами. Следовательно, это третичный карбокатион. Итак, метильный сдвиг дал нам третичный карбокатион, который, как мы знаем, стабильнее вторичного. В этом случае у нас, конечно, будет перегруппировка. На последней стадии механизма нам нужно образовать алкен. Для этого нам понадобится основание. Неподдельная пара электронов этой молекулы воды может выступать в качестве основания. Возьмем этот протон, и это приведет к переходу этих электронов вот сюда с образованием двойной связи и к избавлению от этого положительного формального заряда 1 на нашем карбокатионе. Нарисуем результирующий алкен. Итак, у нас имеется метильная группа здесь, метильная группа здесь. Образуется двойная связь. Это и есть наш продукт. Тетрозамещенный алкен через третичный карбокатион. Это наш основной продукт. Причина, почему он является основным продуктом, в том, что третичный карбокатион является самым стабильным из обсуждавшихся карбокатионов. Посмотрим, сможем ли проследить за некоторыми электронами. Давайте проследим за некоторыми электронами в этом механизме, чтобы получше разобраться. Итак, на первой стадии эти два электрона вот здесь — это те электроны, которые образовали новую связь с этим протоном. Эти два электрона теперь вот здесь. Главное — следить за электронами в механизме. Следующие электроны, за которыми нам нужно проследить — это электроны вот здесь, в этой связи. Это электроны, которые перешли на кислород. Допустим, это электроны вот здесь. Итак, это могли бы быть эти электроны. Что можно сказать про электроны в нашем метильном сдвиге? Это электроны, участвующие в нашем метильном сдвиге. Эта метильная группа, которая перешла сюда, та, которая сдвинулась. И, наконец, последняя пара электронов, за которой нам нужно проследить, это электроны вот здесь, электроны в этой связи. Это электроны, которые образуют наш алкен. Ну вот, следите за электронами в механизме. Учитывайте перегруппировки, когда в вашем механизме присутствует карбокатион. Давайте рассмотрим еще один пример перегруппировки. Взглянем на вот такую реакцию. У нас есть спирт, и первое, чем мы займемся, это классификация спирта как первичного, вторичного или третичного. Итак, непосредственно связан с кислородом вот этот углерод. Этот углерод непосредственно связан с одним другим углеродом. Значит, это первичный спирт. Если мы вернемся назад к нашему списку, то увидим, что первичные спирты всегда перегруппировываются, когда получается карбокатион. Причина в том, что они образуют первичные карбокатионы. Давайте вернемся сюда, взглянем на перегруппировку в этой молекуле. Итак, опять реакция спирта с серной кислотой. Здесь у нас протоны и неподеленная пара электронов кислорода. Здесь будет принят протон. Итак, посмотрим, что получим в нашей первой кислотно-основной реакции. Мы протонируем кислород. Осталась одна неподеленная пара электронов. Это неподеленная пара электронов, которая образует связь с водородом. Это придает кислороду формальный заряд плюс один. Наш кислород сейчас заряжен положительно, что ему не очень-то и нравится. Чтобы избавиться от заряда плюс один, связь между углеродом и кислородом разорвется, и эти электроны перейдут к кислороду таким образом. Что же мы получим, если это произойдет? Итак, у нас четыре углерода. Молекула воды уходит. Вот она, эта молекула воды. Теперь у нее две неподеленных пары электронов. А где же наш положительный формальный заряд? Куда он делся? Он окажется на этом углероде, потому что этот углерод потерял связь. Это углерод, который потерял связь с кислородом. Это наш карбокатион. И этот карбокатион, конечно, первичный, потому что этот углерод связан только с одним другим углеродом. Итак, первичный карбокатион никак нельзя назвать стабильным. Следовательно, он подвергнется перегруппировке. Какого рода перегруппировке может подвергнуться этот карбокатион? Я знаю, что у меня здесь несколько водородов рядом с этим карбокатионом. Здесь возможен гидридный сдвиг. Что получится в результате гидридного сдвига? Этот водород и этот, а эти два электрона, образуют новую связь с этим углеродом. Давайте посмотрим, что же будет в итоге. Итак, мы имеем дело с гидридным сдвигом. У меня есть четыре углерода, и я переместил один из моих водородов вот сюда. Здесь теперь только один водород. Начнем с того, что у нас уже было два водорода на этом углероде. К нему были присоединены два водорода. Мы можем вернуться и перепроверить. Вот этот углерод, у которого было два водорода. Итак, вот наша расстановка на данный момент. А куда ушел этот формальный заряд плюс один? Он перешел к этому углероду, потому что у него сейчас только три связи. Итак, это наш карбокатион. Какого типа этот карбокатион? Этот углерод непосредственно связан с двумя другими углеродами, что означает, что он вторичный. Итак, вторичный карбокатион стабильнее, чем первичный, как мы видели в прошлом видеоуроке. Теперь у нас есть вторичный карбокатион и, вообще-то, три различных продукта, которые мы получили из этого вторичного карбокатиона. Чтобы избежать путаницы, я перерисую наш карбокатион. Перерисую его три раза. Постараемся показать три различных продукта, которые образуются в результате реакции. Итак, у меня вторичный карбокатион. Вот он. Я нарисую вторичный карбокатион три раза. Давайте освободим себе больше места. Итак, три возможных продукта. Три различные ситуации. Особенность первой ситуации в том, что у меня может быть два водорода рядом с карбокатионом. Итак, повторюсь, особенность первой ситуации в том, что у меня может быть два водорода рядом с карбокатионом. Здесь может появиться основание молекулы воды. Я нарисую здесь основание общего вида, чтобы избежать путаницы. Нарисую его с неподелённой парой электронов. Это основание принимает водород, и электроны переместятся сюда с образованием двойной связи. Итак, один возможный продукт будет иметь двойную связь, образующуюся между этими двумя углеродами. Вот они. Это один из возможных продуктов. Итак, первый продукт — 2-трансбутен. Подпишем его. Я знаю, что если у меня образуется 2-трансбутен, давайте подумаем о стереоизомерах. Я думаю, тут мог бы образоваться 2-трансбутен. Как же этого добиться? Помните, что одинарные связи являются сигма-связями со свободным вращением. Я могу получить свободное вращение относительно этой связи, здесь. И это придаст моей молекуле вот такой вид. Теперь я знаю, что у меня несколько водородов вот здесь, на этом углероде, здесь и здесь. Итак, если появляется основание... Давайте нарисуем основание. Это основание может принять один из этих протонов и переместить эти электроны сюда. В результате образуется циссоединение. Это будет 2-цисбутен. Итак, 2-трансбутен, 2-циссбутен и, наконец, еще один возможный продукт. Еще может произойти следующее. Вместо того, чтобы идти на левый край моего карбокатиона, навстречу бета-водороду, я могу пойти на правый край карбокатиона, навстречу бета-водороду. Здесь имеется 3 водорода после гидридного сдвига. В этом случае у меня появляется основание, и это основание может принять этот протон. И эти электроны могут переместиться сюда. Это даст мне еще один возможный продукт с двойной связью в первой позиции. Итак, у меня может получиться 1-бутен. В итоге получается смесь трех различных продуктов. Какой из этих трех продуктов будет основным продуктом? Я знаю, что дезамещенные алкены более стабильны, чем монозамещенные алкены. И если я посмотрю сюда, я увижу, что 1-бутен является монозамещенным алкеном. Итак, процентное содержание этого продукта будет наименьшим. Так что примерно 12% — это 1-бутен. Дальше у меня идут 2-дезамещенных бутена, 2-дезамещенных алкена. И мы знаем, что транс более стабилен, чем цис, из-за меньшего истерического напряжения. Итак, трансстереоизомер будет основным продуктом этой реакции. Приблизительно 56%. А содержание 2-цис-бутена — где-то 32%. Это будут наши три продукта, получившиеся в результате этой реакции. Одна из причин, почему органическая химия с трудом дается многим людям, состоит в том, что нужно учитывать все эти различные шаги, которые требуют серьезного логического размышления. Рисуйте механизм. Если вы понимаете его, понимаете карбокатионы, понимаете сдвиги, вы сможете решать эти задачи, несмотря на то, что сначала они кажутся трудными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...